Вот уже 12-й год в Полевском проводится турнир по футболу «Кожаный мяч» на призы городского попечительского совета. Это муниципальный этап данных соревнований, являющихся отборочными к окружным и областным. А там, в свою очередь, идет отбор уже на всероссийский финал. Здесь поддержка важна очень, попечительского совета, действительно традиционный турнир. В этом году, я уверена, он отличается еще и настроением, потому как чуть больше месяца нас отделяет до начала чемпионата мира по футболу. И в этой связи нам тоже есть чем похвастаться. Наши ребята из дворового клуба «Юность» приглашены в качестве выводящих и подающих мячи. 21 июня будем смотреть не только игру «Франция и Перо», будем еще смотреть наших мальчишек, которые будут на поле присутствовать. Турниры традиционные, и спасибо попечителям, что действительно поддерживают развитие дворового спорта, то есть спорта по месту реального пребывания наших ребят. В этом году мы готовим программу поддержки дворовых клубов для попечительского совета, и надеемся, что следующие 2-3 года будут под флагом того, что попечители обратят особое пристальное внимание на развитие наших дворовых клубов. В старшей возрастной группе 2003-2004 годов рождения приняли участие 6 коллективов, разбитых на 2 группы по 3 команды. Были тренировки, готовились. Сейчас, думаю, выйдем и выиграем, займем первое место. В итоге здесь сильнее всех оказалась команда «Юность». В их составе и лучший бомбардир турнира Егор Держун. На втором месте здесь «Дружба» и лучший защитник Екатерина Овчинникова. Бронза у рекорда, в составе которого блистал лучший вратарь Владимир Корфидов. Лучшим нападающим признали Виталия Таланова из Азова. В средней возрастной группе среди ребят 2005-2006 годов рождения 6 команд играли также в 2 группы, а потом в матчи за первое и третье места. Тут победил «Светофор», в составе которого лучший бомбардир турнира Никита Акимов. Серебро в активе звезды. У них лучший защитник Андрей Морозов. Ну и бронзу завоевал рекорд и помог им в этом лучший вратарь Иван Девятов. Лучшим нападающим стал Данил Пермикин из «Огонька». Погода, конечно, неудачная, как и в том году. Холодно, ветер. Ладно, хорошо, хоть снега нет, но идет мелкий моросящий дождь. Ну дети ничего, они привыкли, им как-то надо играть, мы же все играем, спартаковская погода называется. И, наконец, в матче возрастной группе 4 команды играли по круговой системе. Здесь Эверест, ведомый лучшим бомбардиром Дмитрием Бажуковым, уверенно занял первое место. Второе место в активе команды «Сказ-1» и лучшего нападающего Данила Голубева. Бронзу завоевали ребята из «Звезды», в чем в составе играл лучший защитник Иван Бессолицын. Лучший вратарь Иван Плотников представлял «Сказ-2». А уже с 4 по 6 мая на «Школьники» прошел уже окружной этап. Ее соперничали победители своих возрастных групп. В гости в Полевской пожаловали команды из «Очита», «Красногофимска», «Ревды» и «Шали». По итогам этих соревнований в финал Переменства области от Западного управленческого округа пробились полевские команды «Светофор», «Звезда» и «Эверест», а также коллективы из «Красногофимска» и «Ревды». «Красногофимска» и «Светофор» 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 и «Све